Музыка Елена Макарчан ученица 9 класса школы номер 2 города Ниноцминды. Она очень любит танцевать. Как говорит она, танцы для нее – это жизнь. Танцами занимается с детства. Танцуют грузинские, армянские и латинские танцы. Она участвовала во многих конкурсах и фестивалях, всегда занимала первые и вторые места, а также получила гран-при. Я учусь в Ниноцминской школе номер 2, в русской школе, в 9 классе. У меня очень мало свободного времени, так как утром я встаю в 8 утра, и уже в 9 я должна уже быть в школе, так как не надо опаздывать. Нужно быть ответственным, всегда идти прямо вовремя. И потом, после 8 уроков, бывает после 7 уроков, я возвращаюсь домой, обедаю и иду на занятия по математике. Я занимаюсь математикой. Потом иду в музыкальную школу. После там у меня тоже там занятия, и после этих занятий я возвращаюсь домой, ужинаю и делаю домашние задания. После этого у меня, когда остаётся свободное время, когда бывает настроение, я занимаюсь вышивкой, вышиваю. Я очень люблю вышивать. Потом слушаю музыку, смотрю телевизор, разные новости, какие новости дают по телевизору. И так, и потом вот так проходит мой день. Когда мало урока бывает, домашнего задания, мы с друзьями куда-то идём, гуляем или в магазин идём. Как говорят одноклассники и одноклассницы, она очень хорошая, отзывчивая, всегда помогает в трудную минуту. Я подруга Елены. Елена очень хорошая, добрая девочка. Умеет хранить секреты. Если нужна помощь, она всегда нам поможет. Ещё занимается танцами грузинскими, армянскими, латинскими ещё. И она очень красиво танцует. Ещё она умеет петь. Очень красивый голос у неё. Уже 10 лет, как мы с ней учимся в одном и том же классе, я как его одноклассник хочу сказать, что она очень хорошая ученица, всегда поможет и очень хорошая подруга для каждого. По словам классной руководительницы, она одна из лучших учениц школы. Уважительна к старшим, добрая и внимательна. Елена является одной из моих лучших учениц. Не только класса, но и всей школы. Она человек надёжный, хорошо организованный, ответственный. Ученица с хорошими способностями. Елена систематически добросовестно готовится к занятиям. Интеллектуально развита. У неё разносторонние интересы. Увлекается музыкой. Хорошо поёт. Блестяще танцует. Предпочтение отдаёт предметам гуманитарного цикла. Мы будем надеяться, что ещё мы услышим о её успехах и будем гордиться ей и петь. Это музыкальная школа. У нас самая любимая школа. Я в эту школу хожу уже 7 лет. Я уже окончила, правда, но я её, как и прежде, ещё хорошее, более люблю я эту школу. Большое воспоминание здесь о моих учителях, какими они были хорошими, добрыми. Всегда помогали мне. Всегда приходили на помощь и всегда давали советы. Я хочу здесь поблагодарить мою первую учительницу по фортепиану Бартуи Юришину. Она очень была для меня как-то второй мамой, сказать так. Здесь я также ходила на сольфеджио. У меня была музелитература. Здесь сначала танцевала армянские танцы, также латиноамериканские. Сейчас танцую грузинские танцы и хочу продолжить с грузинскими танцами в дальнейшем. Также в этой музыкальной школе я с СССР уже ходила на танцы, сейчас тоже хожу на грузинские танцы. И успехов у меня здесь очень много. А по танцам я уже который год хожу на фестивали. Гран-при 1 раз выиграла, также первое, второе места. По фортепиану у меня разные дипломы за участие, за первое место. Были трудности, правда, когда я сначала ходила, у меня не получалось как-то. Но благодаря моим учителям я уже очень хорошо могу играть на фортепиану. Когда какое-то мероприятие бывает, я уверенно могу сыграть что-то. Я буду заниматься танцами, а фортепиано не продажу, но я всегда буду играть. Одна из самых моих любимых учениц. Я ее очень люблю, потому что очень хорошая ребенок. Во-первых, очень умная, ответственная, дисциплина приводная. Столько плюсов в одном человеке, просто не представляю. Я уже окончила школу, окончила она отлично, но мы с ней до сих пор общаемся постоянно. За что она не возьмется, у нее все получается идеально. Также, когда я закончила музыкальную школу, я получила красный диплом за учебу. Также я получила грамоту. Танцы для меня это как-то вторая часть моей жизни, так сказать. Я без танцев не представляю свою жизнь. Очень люблю танцы, все танцы, неважно, это грузинские, это армянские, для меня это неважно. Я считаю, что танцы играют большую роль в жизни человека. И они, также мы можем с помощью танцев, у нас спортивная форма, фигура красивая. Также мы с помощью танцев мы можем выразить свое чувство, с помощью мимик, с помощью всех этих движений. Правда, у каждого танца свои движения, своя мимика. И когда мы все это показываем, зритель тоже это чувствует. И с помощью танца мы выражаем это все и как-то показываем всю эту культуру народа. Какая у них культура, какие традиции. Как говорит мама Елены, она с детства была необычным ребенком, послушная, активная. С детства очень любила танцы. Еще очень маленькая, у нас все видео есть. Она любила танцевать, и поэтому я решила ее дать на танцы. Но до этого с трех лет с папой они в шахматы играли. Она ходила в шахматную школу здесь у нас. Но по причине того, что музыкальная школа была параллельна с этим, мы вынуждены ее забрали с шахмата и отдали в музыкальную школу. В музыкальной школе она всегда исполняла произведения выше своего класса. Участвовала во всех фестивалях, во всех мероприятиях. У нее талант, коммуникабельность с людьми. Она ладит буквально со всеми, и со старшими, и с младшими. Учеба ей тоже в школе очень легко дается. Я не помню случая, чтобы она когда-нибудь пожаловалась на какого-то преподавателя. Если даже у нее какая-то заниженная оценка, всегда она говорит, что вот я виновата, нужно самой подтянуться. Я хочу хорошим врачом стать, чтобы лечить людей, быть полезным государству, для людей быть полезным. Мне очень нравится эта профессия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok